Раз, два, три. Скажи, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Володимир, мешканец Мариуполя. Живу тут с дитинства. С какой целью организована эта акция? Против отвода наших войск из Широкина. Демилитаризация у нас вызывает очень большие субтитры. Мы за демилитаризацией в сторону Новоазовска. Вот это по нашему. А какие организации вас поддержали? Я вам скажу, эти, в принципе, вчера митинг проводил. И Мариуполь, Новый Мариуполь, волонтерский центр. Виктория Придущенко, громадская организация «Правый сектор». Гром, громадская организация Мариуполя. Их там деколька. Вот их на мэд стоит. Ну вот, потом, козачество, это, что очолюет, безручка. Ну и деякие еще, я так всех и не знаю. Тобто, все проукраинские и патриотические силы были за нас. Ну, единственное, что мы, так, инициативная группа, мы тут и тримаемося. Будет у нас возможность, безстроковая акция будет продолжаться. Потому что нас, кто не финансирует, мы, что это само финансируемося. Ну, и люди приносят, где-то там. То есть вам приносят пищу, воду, людям мариупольцы. Мариупольцы, такие же, как и мы. Да, да. Допомагают. А скажите, а кто вам дал эту палатку? Ну, цей намет выделил добивучий батальон Донбасс. Донбасс. Какие требования ваши власть уже выполнила? Ну, пока что обещанки. Ну, сдачи на данный момент нема. Идея ротация, я понимаю, что завели туда подраздели ЗСУ морской пехоти. Ну, морские пехотинцы, их специфика, как вы правильно тоже сказали, ударные частины. Тобто, захопливать территорию, а стоять в обороне, это трошки не их специфика. Так же самое, как и десантников. Тому, мне кажется, доцельнейше все было, чтобы там были все-таки добровольцы батальона АЗОВ, Донбасс и, здаётся, там Днепродин. Они, по-перше, эту территорию уже вивчили досконало. По-друге, разом с нами врезалися в эту землю, потому что мы допомагали там в Широтино. Они сектора обстрелив знают, они знают, что откуда может прилететь. Ну, а ребята из ЗСУ зараз будут трассы нести, потому что они будут гатить, а они еще до этой земли. Ну, морская пехота на море, я так думаю, больше повинна. А в степу все-таки наших хлопцей, кто уже рік тут воювал на наших землях. Потому что специфика войны в степу зовсім інша. Чем швидше вриешься, глибше вриешься, окопаешься, тем, наверное, ты выжилешь. Вот такая ситуация. Скажите, а может, мы все-таки нацелены на освобождение наших территорий? Можливо, но вы же видите, ну, в народе просто иди. Идут договорняки, вы понимаете. Народ достомненно не знает, чем и как, и на сколько вперед думают наши мазновладцы. Я понимаю, что они зацекали, как возможно, чтобы меньше крови лилося. Можливо, это такая своя стратегия. Порошенко пообещал, что не будет отвода войск от Широкина. Вы ему верите? Ну, 50 на 50. Хотелось бы верить, але не зовсім верю. А сколько еще продлится ваша акция? Ну, як активно буду підтримувати нас. И наскільки у нас просто выстощить вытремки. Так, думаю, будемо стоять. Сегодня будемо на нашем совете картинационном вырешивать. Будемо дальше стоять, чем не будем. Скажите, сколько всего людей каждый день находится здесь с вами? 20, 30, 40. А приходы, ну, вот мы подписи приблизно 200-300 в день збираем. А подписи эти будут потом куда идти? Ну, будемо в администрацию президента, нашего пана Порошенко, нашего президента отправлять. Чтоб він бачив, що в Мариуполі люди побоюються, щоб не було повторення Дебальцева. Тому і постійно ми на це натякаємо, щоб не прогавили, щоб тільки не пустить на нашу територію, на захоплення нашої території проросійських сепаратистів. А ви планируєте якісь ще активні дії, крім цієї стоячої акції на площади? Ну, ми трансформуємося. Все може бути. Може через тиждень, як кажуть, визриємо і подальше якісь акції будуть. Ну, всі акції, я думаю, в рамках закона, законодавства України. Вас підтримували такі ж мітінгуючі в інших містах України? Так, до нас приїжджали представники з Одеси, Харкова, Херсона і з Мелітополя, Запорізького сезду. Були представники, приїжджали вчора на мітінг, підтримували нас. Приїжджали і волонтери з Одесчини, з Харкова. Були ребята. Дякую їм за це. І в Харкові мітінг проводили. Такі ж самі, як у нас, нашу підтримку. Я спілкувався. А що на даний момент ще потрібно для військових сил України, здесь для оборони Мариуполя? По вашому мненню? Що для збройних сил потрібно? Ну, по-перше, ви розумієте, побільше волонтерів вводити в структуру забезпечення збройних сил. Тому що, ну, військова машина, вона, як вам сказати, вона не поворотка, вона дуже така громоздка, застоявша. Ну, тобто, треба на стандарти НАТО переходить. Значить, треба буде і середні реформи в поліних силах, як і в міліції, в внутрішніх справах, як і в судовій сфері у нас доволі погане становище. Тобто, каста недоторка з міліців, безпекці. Так, вибачайте, нам треба нашого друга з Києва проводити. Понятно, спасибо.